Телеканал Абаза и фон Дашана продолжают рассказывать истории детей, которым нужна помощь. На этот раз сразу двое малышей нуждаются в участии милосердных людей. У трехлетней Марии Кисян ДЦП, у шестилетнего Баграта Джабава эпилепсия. История обеих семей в репортаже Ильяна Рогилая. Скромная, ласковая, невероятно красивая. Она не говорит, но своими глубокими глазами может объяснить многое. Все это о трехлетней Марии Кисян. Девочка в плену одного из самых страшных и частых в нашей республике диагнозов ДЦП. С самого рождения Мария, младшая из трех дочерей, растет в любви и ласке. Старшие сестрички очень переживают за свою маленькую Машу и верят в ее здоровое будущее. И надеются, что совсем скоро сестренка станет похожей на них. Мы с ней дома все время играемся. У нас есть кубики, мы с ней строим домики. Она лучше меня рисует. Я хочу, чтобы она ходила, сидела и играла с нами. Через неделю Маше исполняется четыре года. Девочка самостоятельно не ходит, только за руку ползает, но не сидит. Говорит отдельными словами, не может составлять предложения. Сильно отстает в развитии от сверстников. Мария Кисян нуждается в срочной госпитализации. Если упустить время сейчас, уверяют московские специалисты, то ходить она уже не будет никогда. А об этом так мечтает ее семья. Родители не оставляют девочку без внимания. Вывозили на курсы обследования и лечения в Ростов, Санкт-Петербург, Сочи. Но существенных результатов от лечения не вышло. Сегодня все надежды мама малышки возлагает только на поездку в Институт медицинских технологий. Ну, хотя бы она хоть бы начала сидеть, и тоже большой прогноз будет. Хотя бы начала мы помаленьше. А потом будем учиться ходить, если бы научимся сидеть. Ну, частично там и сидим, но уверенно еще не сидит. Хотя бы научиться сидеть, а потом уже будем смотреть, чтобы она дальше как начала ходить у нас. 199 900 рублей необходимы для здорового будущего маленькой Маши Кисян. А вот история Баграта Джубава уже знакома неравнодушным жителям Абхазии. Ведь именно благодаря им в 2013 году была собрана вся необходимая сумма на годовой курс лечения его в Московском институте медицинских технологий. У Баграта эпилепсия, задержка развития. Страшные приступы непрестанно беспокоили мальчика. Сегодня мама благодарит каждого, кто помог ее сыну отправиться на лечение. Майя Айба отмечает, что после трех курсов заметны значительные улучшения в состоянии ребенка. Но сейчас Баграту снова нужна наша помощь. Сата. И верь. У него меньшие судороги. Больше движений он теперь более чуть-чуть успокоился. Нервные боли лучше, конечно. Намного лучше сейчас. До прохождения лечения приступы повторялись периодичностью 3-4 раза в день. Сейчас они проявляются очень редко. Лечение необходимо продолжить. Если курс прервать, то, возможно, мальчик всю оставшуюся жизнь будет мучиться от приступов. Начатое добро возможно довести до конца. Стоимость последующего курса лечения ВМТ для Баграта Джобава – 199 740 рублей. Маша и Баграт познакомились и подружились на съемочной площадке. Он активный, разговорчивый. Она спокойная, стеснительная. Их объединяет вера в то, что каждый из них будет здоров. Элина Рогилаян, Сосры Куагуха, Абазатова. 399 640 рублей. Необходимо для спасения Марии Кисяны и Баграта Джобава. Если вы решили помочь, пусть вас не смущает стоимость спасения. Любая помощь будет принята с благодарностью. Самый легкий способ помочь двум этим детям – отправить смс со словом «Добро» на короткий номер 5050. Также действует услуга «Перенос баланса», «Благотворительность». Абоненты мобильных операторов в Абхазии могут перевести пожертвования на баланс фонда, набрав звездочка 147 звездочка. Сумма перевода – решетка кнопка вызова. Сумма перевода – от 30 до 500 рублей в день. Банковский перевод – Гарантбанк или любое отделение Сбербанка Абхазии. О других способах помощи вы можете узнать по телефону фонда 222 5050 или на сайте ашанокбф.ком.